Я только хотела бы ответить на реплику моего коллеги, депутата Мамыдова. Вы спрашиваете, спросить мне, откуда там миллионером стал Атамбаев. Он очень часто об этом давал интервью. И я хочу спросить другое. Откуда у Суромбаев Дженбекова 30 миллионов долларов, которого он отдал в штаб на избирательную комиссию? Об этом сейчас и Крам сидит за это, потому что он свидетель. Наша бухгалтер штаба выехала, потому что она боится преследований. И я хочу сказать, что сегодня Генеральная прокуратура молчит. Откуда эти деньги? Также сегодня вы все молчите, что 700 миллионов долларов выводят из страны. Вы все молчите, потому что выгодно молчать. Сейчас одну фразу сказал один из выступающих, что тихо, мирно сидите, вот срок, чтобы прошел. Вот так многие работают депутаты, тихо, мирно, никуда не лезть. И так было возможно при Атамбаеве. Не он строил дороги, он инвестиции сюда тащил в страну, бюджетные дома строить для тех же КГБшников. Он сюда тащил деньги, что он строил, бегал дороги через Минфин. Мы здесь комитетчики, в смысле члены комитета, ратифицировали многие договора. Минтранс строили, что он должен был бегать и спровереть. Сегодня разве это задача президента? Поэтому, уважаемые депутаты, я знаю, к чему вы клоните. Посадите вы Атамбаева. Ну что-то изменится в стране. Начиная с предательства, с трустости, с подлости. Никогда ничего не изменится к лучшему в стране. И вы поддерживаете такую власть. Ирина Юрьевна, в конце концов, экран Сатарыч, он был председателем штаба. Почему он сразу об этом не говорил? Почему сейчас с больной головы на здоровье все это перекидывается? Или это муссирование, а злощазное постоянно, Раим миллион, Раим миллион. Ну давайте других еще посмотрим. Почему Шумахера мы не смотрим, сколько он денег работает, просто советником, сколько у него сейчас денег? Почему мы на это внимание не обращаем? Шесть лет этот Раим работал на Атамбаева. Я не верю, чтобы Алмаш Шаршинович не знал, откуда деньги идут. А теперь так хитро за день его снимают, объявляют коррупционерам. И удобная политическая фигура, чтобы раскачивать по поводу коррупции. Но давайте честно говорить. В конце концов, Сурунбай Шариповича он привел. И мы все отработали за него. А теперь нас обвиняют, что мы чуть ли не за Бакиева отработали. И когда говорят, что я такой доверчивый, извините, тогда не имеете права, если вы такие доверчивые, занимать ведущие посты, первые посты. Так можно, знаете, неизвестно кому доверять. И вы прекрасно знаете, кто такие сидят. Там и Сапар, кто такой сидит. И другие там тоже. Единственное, я говорю, кого мне жалко, это Артыкбаева. А остальные по делам. И из-за того, что кто-то струсил свое время, это еще ничего не значит. И надо уже в конце концов, чтобы у нас государство было законопослушным, а не власти послушным. И это сейчас и нам всем тоже. Быть законопослушными и власти послушными. И к нынешней прокуратуре я тоже обращаюсь, потому что... Рахмат.